Всем привет! Меня зовут Диана, и я студентка шестого курса лечебного факультета в институте имени Сеченова. На сегодняшний день я проучилась пять лет на лечебном деле, и мне предстают еще год и два года ординатуры. И я думаю, что у меня достаточно опыта, чтобы поделиться им с вами, для кого актуальна сейчас тема выбор специализации, выбор профессии, как выбрать свою специализацию и из чего из себя представляет само лечебное дело. Если вы хотите стать врачом, вообще медиком, первый вопрос, который перед вами встает, это какой факультет выбрать. Врач бывает взрослый, это факультет лечебного дела, и детский, это педиатрия. Но это разграничение, оно очень размыто, потому что если вы уже выбрали педиатрию, но хотите стать взрослым врачом, вы можете пройти ординатуру, и как после лечебного дела уже работать с взрослыми людьми, лечить взрослых людей. В то время, когда уже имея лечебное дело специализацию, вы не можете работать по закону с детьми. В этом лечебнике лечебное дело в правах проигрывает, хотя и там, и там учится шесть лет. А также, чтобы поступить на педиатрию, порог входа ниже, то есть баллов нужно меньше, чем на лече, и это ничем не объяснить, просто вот так сложилось исторически. Но при аккредитации сдача лечебного дела и педиатрии, оно немного отличается, потому что на педиатрии надо выучить больше вопросов, там больше детских вопросов. Далее, само лечебное дело, оно фундаментально делится на первый-третий курс и четвертый-шестой. Условно это деление, потому что с первого по третьего курса вы проходите базовые дисциплины, такие как анатомия, гистология, биохимия, физиология, подфизиология, либо патология и панатонатомия. Интересные предметы, которые связаны с больными, начнутся примерно с второго курса, потому как первый курс вы будете учить норму, как организм функционирует в здоровом виде. А со второго курса уже начнутся патологии, вы будете изучать базовые заболевания и также базовые симптомы. Но, к сожалению, это будет все преподноситься как сухая теория, редко-редко вы будете это связывать с реальными больными, и учить довольно сложно, и надо будет заставлять себя это учить. Это тяжелые годы, вот три первых года, они самые тяжелые, потому что объем информации, он очень большой. Я учусь в Сеченовском институте, и на мои года пришлось их программу ускоренного обучения, то есть анатомию мы проходим не полтора года, а один год, и сдаем ее на первом курсе. И такими темпами мы уже госпитальную терапию проходили на третьем курсе. Это очень-очень быстро, потому что так как ее проходят в конце четвертого, либо уже на пятом курсе. Это все оправдывалось тем, что нам давали больше практики, но по факту мы практики больше так и не получили из-за ковида. Именно клинические предметы дисциплины начнутся на четвертом курсе, и тут начнется реально самое интересное, потому что те знания, которые вы зубрили до, вот здесь вот они наконец-то вам пригодятся, потому что вы будете ходить по больницам, заниматься уже с действующими врачами, практикующими врачами, и они вас будут водить по реальным больным, по которым вы будете писать не реальную историю, но академического типа истории болезни. И объем информации не такой большой, как на первых курсах, потому что вы многое уже выучили, вам просто надо это вспоминать и еще раз прогонять. Это намного легче, чем с нуля зубрить. Далее, после окончания лечебного дела, после аккредитации, вы можете работать врачом-участковым на скорой помощи, либо семейным доктором, либо поступить в ординатуру. Кстати, за работу участковым вам дадут 100 баллов для поступления в ординатуру, потому что там тоже есть конкурс, практически как на ЕГЭ, но это не ЕГЭ, а баллы начисляются за дополнительные заслуги и за госэкзамен. Для сравнения, госэкзамен можно задать максимально на 100 баллов, а тут работая врачом, вы тоже можете 100 баллов получить. Так что это достаточно весомая плата за работу врачом. Также можно получить баллы, если мы уже завели эту тему, за красный диплом, за работу во время учебы медсестрой, ну там 20 баллов начисляется, за публикации научные и за волонтерство, а также еще и за ковид, если вы работали во время ковид. И раз уж мы подошли к ординатуре, и перед тем, как я буду рассказывать про свой выбор ординатуры, я расскажу лучше последовательно, как я выбрала вообще лечебное дело. Начнем с того, что я довольно рано поняла, что я не гуманитарий. Я ненавидела писать сочинения от слова совсем. А также я не видела себя и в физмате, потому что я хорошо знала математику, но физику так себе, если честно. То есть мои познания физики закончились на уровне середины девятого класса, потому что уже потом я начала готовиться к УГЭ и забила на физику. И в 10-11 я уже конкретно забила на физику, потому что готовилась к ЕГЭ. Химию и биологию я знала супер хорошо, потому что у меня мама тоже с высшим медицинским образованием, и она требовательно проверяла меня по этим предметам, потому что она в них разбиралась. В других она не очень разбиралась, поэтому как бы... И когда пришло время выбирать экзамен, я понимала, что вот хорошо я знаю вот эти предметы. И, собственно, с этими предметами выбор невелик. То есть в мед идти, в ветеринарию, и всё, наверное. Кстати, вот меня часто спрашивают, вообще врачам нужна физика? Нужна ли вот эти гуманитарные науки, истории медицины, что у нас там ещё было, философия, религоведение, наверное, тоже относить надо к гуманитарным наукам. У нас это звучало, дисциплина это как философия религии. Всё зависит от института, в котором вы поступили. Есть требовательные институты, есть такой, как у меня. То есть когда у нас началась физика, нам читал лекции профессор, и там доходило до того, что он сразу понимал, что перед ним сидят медики. И он нас спрашивал, вот реально школьную программу, а вы знаете, что такое сила? А вы слышали, что такое ускорение? Ну, то есть задачки были уровня школы. Я бы не сказала, что мне вот эта вот физика далась тяжело в институте, при том, что вот в школе, наверное, жёстче спрашивают, чем в институте физику. Почему я выбрала лечебные дниела, а не стоматологию, а не педиатрию, не фармацию, не санпин? Только потому, что я к моменту выбора факультета ещё не определилась, каким я хочу быть врачом. А лечебное дело предполагает возможность выбрать свою специализацию потом. И если что-то тебе не нравится в медицине, ты можешь сменить свою специализацию. Мне это нравилось, поэтому я не пошла в стоматологию, потому что вдруг мне не понравится. И всё. То есть стоматолог, он не может стать кардиологом. А вот гинеколог кардиологом может стать, то есть надо 2 года ординатуры потратить, и всё. Так вот, про ординатуру. Какую ординатуру я себе выбрала? Я уже говорила, что это дерматовенерология, но недавно вносится законопроект, по которому дерматовенеролог с профпериодготовкой косметолога не может вводить филлеры. Этот проект, он заключается в том, что филлеры может вводить только хирург. То есть к моменту, когда я закончу дерматовенерологию и косметологию, есть такая вероятность, что я не смогу ставить филлеры. И, наверное, мне логично поступить в ординатуру по хирургии и иметь возможность ставить филлеры. Но если я хочу лечить кожные заболевания, то есть все лекарства, которые предполагают себе кожные заболевания, я могу назначать как врач общей практики, то есть через год я врач общей практики становлюсь, и я имею право выписывать эти лекарства. То есть я задумываюсь на том, что сейчас, наверное, мне стоит идти в хирургии. А также хирургия дает мне дальнейшее развитие в плане того, что я могу устроиться в больницу и уже оперировать, то есть онкологию по дерматологии. Наверное, хирургия для меня будет интереснее. Опять же, пока не решила, но очень заманчиво. Мне интересна дерматовенерология, я развиваюсь по этому пути. То есть я сейчас курс купила по дерматовенерологии отдельно, чтобы там, наверное, во влоге покажу. Там лекции нашего института, они немного как бы скудные. Хотелось больше углубиться и больше клинических примеров. И именно этот курс, он предполагает клинические примеры, уже рабочие методики, как лечить то или иное заболевание, самые распространенные, такие как розация акне, сибарея, то есть дерматиты, атопический дерматит. Углубленно курс дорогущий купила. Не знаю, пока развиваюсь по дерматовенерологии, но имею в виду и хирургию тоже. Это все, что я хотела рассказать о лечебном деле. Надеюсь, это было интересно, полезно для вас. Ставьте лайк под этим видео, что вы думаете, расскажите, если вы хотите стать дерматовенерологом, слышали вы про этот законопроект, и что вы думаете по этому поводу, и рассматриваете ли вы для себя хирургию. А также, если вы только-только хотите поступить на лечебное дело, либо просто стать врачом, расскажите, есть ли у вас какие-то вопросы, которые я не подняла в этом видео, потому что я довольно, наверное, подробно об этом рассказала, ну, может быть, что-то упустила. Чего вы боитесь, чего вы ожидаете от лечебного дела? И если вы только-только поступили на лечебное дело и зашли на это видео, чтобы ознакомиться, чего вас ждет в будущем, для вас у меня есть прекрасное видео про ресурсы для учебы в медицинском. Вот оно где-то вот здесь вот всплывет. Эти ресурсы — это ресурсы, по которым я сама училась. То есть это самое полезное, наверное, все, что можно найти на просторах, потому что вы можете учить по учебнику, это будет долго, а вот по ресурсам, которые довольно понятные и наглядные, по которым легче всего усваивать материал, они вот здесь. Так что переходите и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео и спасибо за просмотр. Всем пока!